Какую самую большую ложь сказал вам продавец, чтобы впарить свой товар? Во время покупки подержанного автомобиля продавец сказал, «Да вас один покупатель сегодня уже прошел тест-драйв на этой машине и сказал, что вернется за ней. Ему все очень понравилось. Садимся в машину, а она не заводится. Понадобился новый аккумулятор. Мне нужна была новая машина. Я поехал к дилеру, и он дал мне ключ от машины, которая мне приглянулась. Ему нужно было сначала перегнать другую машину, чтобы я смог уехать на тест-драйв. Поэтому я сидел в салоне и слушал работу двигателя. Я нажал на педаль тормоза, а она не вернулась в исходное положение. Точнее вернулась, но со скоростью примерно миллиметр в секунду. Я рассказываю продавцу об этом, а он отвечает, «Так все машины работают». В итоге я купил машину у дилера через дорогу. Время от времени я получаю по почте рассылки от городской компании, которая занимается проверкой качества воды. Туда также прилагается небольшой пластиковый флакон для анализа воды. Если вы наполните флакон водой из своего водопровода и отправите его обратно, они попытаются продать вам фильтр для очистки воды. Я наполнила флакон кокосовым маслом. Оно прозрачное и остается жидким при комнатной температуре. Когда сотрудники компании пришли обсудить со мной результаты, я спросила, нет ли в моей воде чего-нибудь необычного. Они рассказали мне, что уровень вредных веществ существенно повышен, и мне совершенно необходим фильтр для воды. Пытались обмануть мою маму. Однажды утром, когда я еще спал, ее айфон обновился и появился экран приветствия. Она не очень разбирается в технике, поэтому решила, что телефон сломался и понесла его обратно в магазин. Там ей сказали, что он действительно сломан, и убедили купить новый телефон. Когда я узнал об этом, я был в ярости. Я включил ее телефон, и он заработал. Мы вернулись туда, я поговорил с менеджером и рассказал ему, что произошло. Он сказал, что нам придется заплатить за возврат товара. Ему было абсолютно все равно, и он списал все на недоразумение. В итоге мы подали жалобу, чтобы нам вернули деньги. Выбирали щенка в приюте. Про одного сказали, что он будет весить не больше 10 килограммов. Сейчас он весит почти 30 килограммов и занимает половину дивана. Я выбирал плазменный телевизор. Это именно тот телевизор, который вам нужен. У него самая качественная электронно-лучевая трубка из всех, что есть в магазине. Что? Электронно-лучевая трубка в плазменном телевизоре? Однажды мы с отцом проезжали мимо стоянки подержанных прицепов. Мы удивились, когда увидели там наш старый прицеп, от которого мы давно избавились. Мы заехали на стоянку и осмотрели его, и это действительно был наш старый прицеп. На нем было несколько вполне узнаваемых потертостей и вмятин, в том числе одно колесо с неправильно подобранными болтами и гайками. Но отец и дядя Джерри прикрепили колесо чем могли, когда колпак ступится и отвалился во время поездки через всю страну. Мы с отцом смеялись над тем, как забавно, что наш прицеп оказался здесь, когда к нам подошел продавец. Он несколько раз повторил, что это абсолютно новый прицеп, ни разу не выезжавший на дорогу. Какой-то парень купил его, просто держал в гараже и ни разу не использовал его. Около шести лет назад я покупал новую кровать в мебельном магазине. Продавец пытался показать мне один из самых дорогих матрасов. Это был хороший матрас, но то, как он навязывал его, мне очень раздражало. Он. На него дается десятилетняя гарантия. Я. Ничего себе. Значит, если он порвется, вылетят пружины или еще что-то случится, я смогу сдать его и вернуть деньги, так? Он. Если он выйдет из строя в течение первых 30 дней, конечно. У нас действует 30-дневная гарантия возврата. Я. Тогда что такое десятилетняя гарантия? Он. Мы гарантируем, что он прослужит 10 лет. Я. Но если он выйдет из строя раньше, вы не вернете деньги? Он. Такого не случится, потому что мы гарантируем, что он прослужит 10 лет. У нас десятилетняя гарантия. Я. А у вас есть гарантийный талон от производителя, где прописаны эти условия? Он. Нет, но мы гарантируем. Я. Хорошо. Спасибо, что уделили мне время. Я пас. Один парень пытался продать мне дорогое средство для чистки лица Ora Gold, содержащее частицы золота. Они якобы проникают в кожу и вызывают изменения электронов в коже, делая ее светлее. Продавец заметно запаниковал, когда я сказал ему, что по специальности я биохимик. Хочу отметить, что в креме были видимые крупинки, а не наночастицы, так что это была наглая ложь. Он также продемонстрировал отшелушивающую способность продукта на тыльной стороне моей руки. Крем отшелушивал омертвевшие частички и делал кожу очень мягкой. Оказалось, что в состав средства входит клей ПВА, из-за которого создается ощущение, что кожа действительно отшелушивается. Обычный глицерин делал кожу мягкой. Вот такая хитрость. Уверена, что многие люди на нее бы купились. На рынке в Мексике. Я. Из чего это сделано? Шерсть? Продавец. Да, конечно. Я. Жаль, у меня аллергия на шерсть. Продавец. Это не шерсть. Это вырезано из настоящего слоновьего бивня, поэтому он такой дорогой. Я. Это ужасно. Бедный слон. Продавец. Шучу. Это просто твердый пластик. 10 долларов, он ваш. Однажды в Старбакс напротив меня сел парень. Он показался мне достаточно милым человеком, поэтому я не обратил на него внимания. Затем он достал свой рюкзак, набитый продукцией, среди которой был какой-то энергетический напиток. Он сказал мне, что я должен купить его, потому что ученые, создавшие его, придумали способ встраивания второго атома кислорода в молекулу H2O. Таким образом, организм получает больше кислорода, когда вы пьете его, и вы становитесь успешнее в спорте и все в этом роде. Тогда я подумал, они создали перекись водорода? Круто, чувак. Не могу дождаться, когда попробую это. Продавец рассказал нам с мамой о Джине с нотками лимонграсса и перца. Мы попробовали и сказали, это здорово, но здесь не чувствуется ни лимонграсса, ни тем более перца. Продавец сказал, о да, так должно быть, ароматы должны быть скрыты. Так а в чем тогда смысл? Несколько лет назад я зашел в магазин видеоигр, чтобы купить игру для Nintendo DS. А именно, Mario vs Donkey Kong 2, если вам интересно. Пока продавец меня обслуживал, он начал спрашивать, не хотите ли вы сделать предзаказ на такую-то игру? Не помню, какую именно. Я говорю, что нет, спасибо, мне нужна только моя игра, и я пойду. Но тут он сказал что-то совершенно нелепое. Я уверен, что вы захотите эту игру, ведь это самая горячая новинка, выходящая в этом году. И вы обязательно захотите сделать на нее предзаказ. Понимаете, правительство США накладывает ограничения на видеоигры. И через несколько недель, если вы не сделаете предварительный заказ, вы не сможете ее купить. Потому что нам не разрешат продавать их с полок. Я посмеялся над ним и ушел. Я обычно ездил в шиномонтаж, расположенный в захолустном районе города. Потому что там были самые выгодные цены на хорошие шины. Я позвонил и спросил, сколько стоит комплект шин нужного мне размера. 200 баксов, отлично, я сейчас приеду. Приезжаю туда, встречаю одного из работников и говорю ему, что мне нужен комплект шин. Называю размер. Он смотрит на меня и говорит, 400 долларов. Тогда я говорю, чувак, я звонил час назад, они стоят 200 долларов. Затем он совершает короткую прогулку по магазину. Он ни с кем не разговаривает, не смотрит на цены, он просто обходит магазин. Когда он возвращается ко мне, то говорит, да, вы правы, 200 долларов. Шины я у них купил, но в последний раз. Живу в Южной Калифорнии. Трава на большинстве дворов здесь высохшая и пожухлая. По городу ездят парни, которые продают мешки с удобрениями, чтобы сделать ваш газон снова зеленым. Однажды они появились на пороге моего дома и пытались навязать мне эти удобрения. Мой отец 39 лет проработал в соседнем городе, где занимался обустройством парков. Скажем так, он научил меня некоторым способом ухода за газоном. Так что я просто позволил парню говорить некоторое время. Наконец я прервал его и спросил, что входит в состав удобрений и как их применять. Он продолжал нести чушь. Я устал слушать и спросил его, какой процент азота, фосфора и калия содержится в удобрении. Он мне с каменным лицом говорит, что это не важно и я должен его слушать. Я ему говорю, что все, что вы предлагаете, это сухая земля, смешанная с навозом и семенами травы. Он разозлился и ушел, ругаясь по-испански. Мои соседи через дорогу, которые мне не нравятся, купили у него удобрения. Сосед потратил 100 баксов на то, за что мог бы заплатить не больше 25 в садовом магазине. К маме пришел продавец пылесосов. Он утверждал, что мешок вмещает в два раза больше пыли, чем у любого другого пылесоса такого же размера. И его не нужно менять. Он высыпал контейнер с мусором на пол в костиной и принялся пылесосить. Вот только шланг заклинило, потому что мешок переполнился и пылесос вытолкнул грязь назад. Тогда он решил пробить засор и весь мусор разлетелся по очень чистой маминой мебели и ковру. Грязь попала везде и на него тоже. Мама выпроводила его из дома, прежде чем он успел продемонстрировать очередные пустые обещания о возможностях этой чудо-машины. Однажды я спросил продавца автомобиля и предоставляется ли гарантия на машину, которую я выбрал. Он снял трубку с стационарного телефона на своем столе, нажал несколько кнопок и сказал «Привет, а на эту машину гарантия есть? Хорошо, спасибо». Затем он повесил трубку, повернулся ко мне и сказал «Да, на нее распространяется гарантия». Его телефон не был включен в розетку. Я покупал свой первый автомобиль в автосалоне. Денег у меня было немного. Я объяснил продавцу, что ищу, и он подвел меня к одному автомобилю. Она никогда не была в авариях. Эта машина прослужит вам очень долго. Осмотрев машину, я обнаружил огромную вмятину в районе заднего левого колеса. Открыв капот, чтобы осмотреть мотор, я заметил, что рама погнута. Да уж, никогда не попадал в аварии. Я был в магазине часов. Присмотрел себе часы G-Shock, и парень за прилавком сказал «Видишь эти часы, братан? Не бьющиеся». Я сотни раз кидал их через всю комнату. Зацени. Он бросил часы, и от них отлетело примерно пять кусочков стекла. Хорошая работа, чувак. Во время путешествия по Египту, уличный торговец пытался продать мне совершенно обычную толстовку на молнии. Он объяснял, что она сделана из редкого материала. «Мой друг, молния из верблюжьей кости». Я только и смог, что перестать смеяться и сказать ему, что это пластик. «Ты говоришь пластик, а я говорю верблюжья кость». Это то же самое. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео.